Здравствуйте. Давайте поговорим о научно доказанной практике максимизации удовлетворенности наших пациентов, пользующихся линзами Либерти. Итак, вы видите перед собой заявление о заинтересованности. В прошлом году мы консультировались со специалистами Медиконтур, которые хорошо разбираются в этом вопросе. В феврале текущего 2024 года мы опубликовали в журнале обзорную статью, посвященную кластерному анализу и концепции создания функциональной классификации всех антрокулярных линз. Эта идея заключается в создании классификации, основанной не на профилометрии, не на оптике линз, а на результатах, опубликованных в литературе, которые включают все статьи, все проанализированные публикации, связанные со всеми этими типами линз. Итак, посредством этого кластерного комплексного анализа, позволившего изучить и выявить различные группы линз в соответствии с результатами их использования, мы выделяем два больших класса линз. Частичным диапазоном поля зрения и полным диапазоном поля зрения, в зависимости от того, как именно достигается увеличение поля зрения. Также в каждой большой группе можно выделить три типа линз. Итак, как видите, в категории частичного диапазона поля зрения у нас доступны три размера, в зависимости от размера достигнутого диапазона. Суженные — это монофокальные линзы. Усиленные — это монофокальные усиленные линзы. В то время как для суженного диапазона достигнутый показатель составляет порядка 1,2 диоптрии. Для усиленного он равен 1,5 диоптрии, а для расширенного — более 1,5, но не выше 2,5 диоптрии. Однако, как вы можете видеть, мы наблюдаем непрерывное сокращение в трех семействах. Это монотонное уменьшение во всех этих трех группах. С другой стороны, у нас есть категория полного диапазона поля зрения, в которую входят три семейства, достигающие по меньшей мере 2,5 градуса и более, как вы можете видеть на иллюстрации. Однако степень резкости перехода от зрения на среднее расстояние к ближнему у них сильно различается. Как вы видите здесь, в эту группу под семейство у нас входит категория непрерывного полного диапазона поля, категория плавного уменьшения вариаций и категория резкого снижения при переходе от зрения на среднее расстояние до зрения на ближнее расстояние. Итак, как вы можете здесь увидеть, линзы Либерти входят именно в это подсемейство. Полный диапазон поля зрения с плавным переходом остроты зрения между средним и ближним расстоянием. Таким образом, диапазон полей зрения, которого мы достигнем для всех линз этой подгруппы, составляет более 2,5 диоптрий, и мы будем здесь наблюдать плавное уменьшение остроты зрения при переходе от среднего расстояния к ближнему. По большей части представленные здесь линзы являются трифокальными, но также встречаются и линзы профиля модов, увеличенной глубины фокуса. В сводной таблице указаны производитель, механизм действия, модель, одидация, материал, а также уровень достоверности опубликованных данных. Как вы видите, здесь мы имеем высокий уровень доказательности и довольно схожие результаты для каждого типа линз. Как видите, для Либерти компания MediContro обеспечила очень высокий уровень достоверности, который основан на всех публикациях, имеющих отношение к этим линзам. Почему именно Либерти? Итак, у нас есть экрановский систематический обзор, который рассказывает, чего именно желают наши пациенты, которые ищут ИОЛ премиум класса. Если говорить в двух словах, им нужна линза для одновременной коррекции, обеспечивающая независимость от очков, в частности, независимость от очков для зрения вблизи. Итак, если задуматься о потребностях пациентов, становится понятно, что они нуждаются в зрительной независимости. Также, вероятно, они изучают различные доступные на рынке варианты линз, корректирующие зрение на среднее расстояние, или обладающие улучшенными свойствами по снижению диспотопсии. Мы стали свидетелями этой тенденции на рынке. Но давайте сосредоточимся на причинах, почему линзы Либерти стали стандартом для нас и наших пациентов. Какие стандартные результаты мы можем ожидать от этих линз? Что ж, здесь вы можете увидеть эффективность части бинокулярного зрения через 12 месяцев. Также здесь представлены данные о нескорректированном зрении и скорректированном с учетом расстояния зрения. Для нас очень важно обсудить именно скорректированное с учетом расстояния зрения, и мы перейдем к обсуждению этого типа линз позднее. Для зрения вдаль был достигнут показатель минус 0,01 по шкале Лагмана. Этот показатель хоть ненамного, но все же лучше, чем острота зрения 20 на 20 по Снеллену. Как вы можете видеть, стандартное отклонение очень-очень низкое. Далее, также при низком стандартном отклонении, достигнутая острота бинокулярного зрения на среднее расстояние достигает 0,02, и мы видим невероятный показатель для зрения вблизи. Разница эволюции между линзами Liberty с технологией повышенного фазового сдвига первого и второго поколений представляет большой интерес. Итак, на графике мы видим кривую дефокуса для первого поколения в виде непрерывной линии. Нам удалось улучшить показатели зрения на среднее расстояние, результаты которого похожи на показатели зрения вблизи. Улучшение зрения на среднее расстояние подразумевает не только остроту зрения, но и контрастную чувствительность по всей длине кривой дефокуса. Итак, мы улучшили показатели зрения на среднее расстояние с помощью этой группы линз. Здесь вы видите кривую дефокуса в зависимости от контрастной чувствительности для бинокулярного зрения и результаты по бинокулярному зрению с новой линзой, согласно отзывам пациентов. Итак, независимость от очков в этих случаях просто замечательна. Частота случаев развития фатических феноменов у пациентов очень низкая и составляет менее 10%, то есть менее 1 на 10 пациентов. Показатель удовлетворенности пациентов очень высокий, так же как и показатель вероятности повторного обращения пациентов. Большинство ответов — вероятно или весьма вероятно. Итак, исходя из этого результата, перейдем к линзам с увеличенной глубиной фокуса ЭДОФ, снижающим явление дисфотопсии, в сравнении с Либерти. Что касается фатических нарушений, здесь мы видим, что фатическое нарушение ESF у этих линз — самое низкое из всех трифокальных линз. При помощи всех этих линз можно добиться отличных показателей, ведь остальным линзам требуется слишком много колец в оптике. Далее мы сравним линзы ЭДОФ в этой группе на основе отчетов о создаваемой ими дисфотопсии. Средние показатели среди них в части этого явления довольно близки, составляя в среднем 14%, у некоторых больше, у некоторых меньше. Это касается ощущения дискомфорта, то есть показатель 14% говорит об умеренном дискомфорте. При использовании Либерти этот показатель составляет лишь 7%. Если же мы посмотрим показатели рефракционных линз ЭДОФ, таких как Вивити и тому подобные, например, Люксмарт и Минивелл, то здесь мы увидим весьма схожие показатели дискомфорта. В заключении отметим, что мы могли бы сталкиваться с жалобами наших пациентов на дисфотопсию при использовании Либерти примерно так же часто, как при использовании рефракционных линз ЭДОФ. Здесь причислены ключевые аспекты предоперационного скрининга, которые следует учитывать. Например, переход от сферических к фаторическим линзам, когда и зачем их следует имплантировать. Как вы видите, если речь идет о трифракальных линзах, не только о Либерти, наблюдается потеря одной линиечки с каждой 0 диоптрии астигматизма. И так, как вы можете здесь видеть, с показателем 0,38 мы потеряем одну линию. Далее при показателе 0,76 мы теряем две линии, и так далее по всей последовательности астигматизма. Таким образом, коррекция низкоуровневого астигматизма при использовании этих линз очень важна. Поэтому следует учитывать потерю одной линии остроты зрения вдаль без коррекции на каждой 0,4 диоптрии остаточного астигматизма. При этом у линз ЛО, не дифракционных ходов линз, возможен более высокий уровень устойчивости к астигматизму. Однако для подтверждения требуется больше обоснованных данных. Что насчет аберраций высокого порядка, составляющих 4 мм и более? На этой иллюстрации показан снимок камеры Пентакам, которая, как видите, позволяет выводить информацию во всплывающих окнах. Очень важно, что среднеквадратичное значение отклонений высокого порядка составляет менее 0,3 микрон. Это хороший показатель для пациента. Но если результат превышает это значение, то уже следует проявить осторожность. Например, показатели более 50-х для нас являются абсолютным противопоказанием, поскольку мы можем снизить показатели и повлиять на кривую дифокуса. Что касается диаметра зрачка, здесь мы рассматриваем вариант зрачка диаметром от 4 до 6,8 мм при мезоопическом зрении, и вариант зрачка диаметром от 1,5 до 2 мм при потопическом зрении. На графике для большого зрачка мы видим хороший показатель остроты зрения при зрении вдаль и близи, и достаточно хороший показатель для зрения на среднем расстоянии. Хотя имеет место некоторое снижение показателя остроты зрения на среднем расстоянии. Несмотря на снижение на одну строку на среднем расстоянии, остроту зрения вдали-близи у большинства зрачков удается сохранить более-менее равномерной. При маленьком размере зрачка мы видим хорошие показатели остроты зрения по всему диапазону. Это не проблема для зрачка малого размера при фотопическом зрении. Таким образом, следует проявлять осторожность в отношении остроты зрения на среднем расстоянии для зрачка большого размера при мезопическом зрении. Теперь о Хорде-Мю и Хорде-Альфа. В более ранних публикациях использовалось выражение угол Каппа, а не Альфа. Согласно публикации Холодея, в 2019 году у 97,5% пациентов встречаются значения, показанные на экране. Это нормальные результаты, подтверждающие, что у подавляющего большинства пациентов мультифокальный ИО не вызывает никаких проблем с такими характеристиками, как контрастная чувствительность или дисфотопсия. То есть в обычных ситуациях проблем не должно быть. Пока у нас недостаточно данных относительно пациентов, которые не входят в эту категорию. Но уже сейчас можно сказать, что у большинства пациентов все будет в порядке. Что насчет сферических аберраций? Данные по сферическим аберрациям на 6-мм участке и на снимке Пентакам. Как видно на этом снимке, пациенту была проведена операция ЛАСИК по поводу миопии, и показатель сферической аберрации у него повысился до 0,5%. Это может представлять проблему для такого пациента. У этого пациента в мезопических условиях диаметр зрачка составляет 3,9 мм, но значение Пентакам составляет 6 мм. Можем ли мы выполнить пересчет? Конечно, мы можем ввести данные для мезопического зрачка в поля экрана высокоуровневых отклонений и пересчитать результат с учетом мезопического зрачка пациента. После чего получим снижение сферической аберрации для зрачка в мезопических условиях по сравнению со сферической аберрацией для диаметра 6 мм. Что интересно, при выполнении пересчета мы не смогли найти какую-либо корреляцию между сферической аберрацией при 6 мм и мезопическим состоянием зрачка у этого пациента. Но если вернуться к пациенту напрямую, как показано здесь, при высокой сферической аберрации в мезопических условиях, то становится видно, что полученные результаты не вполне соответствуют норме. Таким образом, вероятно, высокие значения сферической аберрации не оказывают большого влияния на пациента, по крайней мере, до показанного здесь уровня отсечки. Итак, подведем итоги. При переходе со сферических на аторические линзы следует проявлять осторожность при показателе 0,5 диоптрии. Также следует предупредить о ситуации пациента. То же самое касается аберрации высокого порядка размером 4 мм и более. Значение 0,5 диоптрии является отметкой после превышения которой следует соблюдать осторожность. Диаметр зрачка не должен представлять никакой проблемы. Роль играет скорее фактический феномен зрачка. Но следует принять во внимание, что при превышении значения 4 мм компенсации феномена добиться не удается. Хорда мю и хорда альфа. Данные не показывают каких-либо предельных значений. Сферические аберрации. Предельные значения также не установлены. Что касается жалоб на дисфотопсию, этот вопрос перед операцией следует обсудить. Но в целом показатели Либерти схожи с показателями при использовании рефракционных линз садов. Что касается жалоб на потерю контрастной чувствительности, следует принимать во внимание возраст и степень катаракты. Чем старше пациенты и чем выше уровень катаракты, тем меньше будет контрастная чувствительность. В настоящий момент мы достигли плату продуктивности для данной линзы в долгосрочной перспективе. У нас накопились данные контрольных обследований за более чем пятилетний период, согласно которым, показатели применения этих линз не только практически идентичны показателям применения трипокальных линз, но и очень близки к результатам рефракционных линз садов. Продолжение следует...